Доброе утро, мои хорошие! Вчера я очень долго рисовала эту коллекцию. Сейчас встала и буду снимать для вас видео. Коллекция называется «Чемодан в отпуск». Получилась она очень красивая, по мне очень интересная. Надеюсь, что вы тоже зацените. Сейчас с утра, как только встала, бегу снимать для вас видео. Ура! Нам попался кошелек, куда мы в отпуск, а без денег. Кошелек, который вот так вот открывается. Здесь есть еще один вкладыш. Здесь у нас будут деньги нам попадаться. И это под номером 2, то есть сюда. Еще нам попалась денежка 100 долларов. Как я обожаю рисовать деньги, особенно доллары. Это мы приклеим сюда вот так вот внутрь. Либо вот так, либо вот так вот, чтобы в кошельке были еще деньги, чтобы кошелек не был пустой. Деньги в кошелек мы приклеили. Теперь кошелек закрываем. Вот так получилось. И здесь еще будет денежка. Для вас прошла всего лишь одна секунда, а для меня 40 минут. Ровно 40 минут я трачу на монтаж одного видео для бумажного канала. Хотя раньше это было 3-4 часа. Прикиньте, сколько времени я могу сэкономить благодаря новому ноутбуку. Правда он стоит в 3 раза дороже, чем мой старый. Даже больше, чем 3 раза. Но зато он изрядно просто упростил мне жизнь и сэкономил время. Итак, кратко о том, почему у меня теряются вещи. Просто из-за беспорядка. Ну не умею я класть на места вещи. Вчера вот дорисовывала коллекцию. Посмотрите, какой бардак у меня остался после всего этого. Сейчас надо здесь прибраться. Наверное, нормальным людям было бы стрёмно показывать такой бардак. Но для меня свинарник это обычный образ жизни. Поэтому показываю. Тем более все свои. Я даже в последнее время не стесняюсь без макияжа. Страшно выходить во влогах. Поэтому наслаждайтесь моей обычной, обыденной жизнью. Ну все, порядок. Чисто, красиво и аккуратно. И посмотрите, сколько места. Многие просили показать, сколько у меня маркеров. Вот сколько. А еще маркеры лежат вот здесь. А еще я вам хотела показать мою стерку. Вот такая вот она. Такого небольшого размера. Но была она раньше вот такая. Посмотрите, сколько я использовала стерку. Я всегда думала, что стерки они бесконечные. Но оказывается, я ошибалась. И эту вскрывать я не собиралась. Просто мой котик Твикс почему-то таскает стерки. Где бы я их не прятала, он находит и таскает. Зачем это ему нужно, я так и не поняла. Ну да ладно. Пока у меня есть время и желание. Хочу переделать ноготочки. Потому что моим уже больше месяца. Цвет потускнел. Дело в том, что я последнее время рисую очень много. И иногда рисую на ногтях. Потом это смываю. И получаются такие разводы. Еще я красила голову маме. Поэтому вот такие вот у меня ногти. В ужасном состоянии. Давайте их сегодня наконец-то переделаем. Опля, притащила все. Я должна управиться за 2 часа. Буду делать быстро. Постараюсь делать качественно. Я хочу в этот раз использовать эти новые слайдеры с Шейном. Посмотрим, как они в качестве. Ой! Оп! Это мои цветные покрытия. А здесь лежит все остальное. Все вместе, чтобы было удобно. Как раз, кстати, хотела вам показать в работе фрезу с желтой насечкой, которую я купила с Шейн. Она очень сложно снимает покрытие. Мне она абсолютно не понравилась. Я вам ее не советую. Просто посмотрите, какие у меня длинные ногти. Свои. Ни один не нарученный. Классно же. Я сделала уже форму миндаль. Вот так вот у меня получилось. И вдруг я обнаружила, что оказывается фрезу пламя я посеяла. Пока я тут делала ногти, даже не закончила. Мама тут купила очень красивое постельное белье. Двухспальное. Потому что на моей кровати у меня полторашка. И односпальная маловато. А двухспальная как раз. То есть у меня кровать полтора. Ну как тебе, мама? Ничего, нормально. Расцветка очень приятная на ощупь. И вот цена. 170 монат. Короче, нам с мамой нравится. Вот такой вот рисунок. У нас мама вообще любит домашний уют, посуду и все подобное. Вот. Красивый цвет. Такой голубенький. Мне, конечно, нравится, когда простыня одного цвета. А под идеальной подушкой другого. Вот я больше так люблю. Ну, здесь все одинаковое. Дурачок. Смотрите, что он делает. Жует картон. А так вообще мама ходила за продуктами. Что она купила? Давайте посмотрим. Совок. Туалет для Твиксика. Вот такой мы покупаем. Древесный. Ему очень нравится. Семечки. Две упаковки. Видимо, была какая-то акция. Сливки. Домик в деревне 20%. Печенка для дурачка. И хлебушек. А мы продолжаем. И тут пришел Твиксик и попросил покушать. Я пошла ему нести покушать. И посмотрите, что я сделала со своим ногтем. Испортила, в общем. Будет интересный дизайн. На пальчики, где белый гель-лак, я хочу приклеить какой-то слайдер. Вот какой только не могу решить. У меня их в последнее время столько пришло с шейн, что я даже не знаю, какой дизайн стоит делать. Но я хочу что-то необычное в этот раз сделать с ноготочками. Потому что на дворе весна. Хочется чего-то такого интересного. Может быть, вот эти цветочки. Или вот эти. Вот эти, правда, какие-то мрачные. Фиг знает. Пипец, конечно. Столько наклейки. Ни одна из них не переводится. Уже третью я пробую. Ничего не получается. Какой ужас. Столько надежд было вложено в это все. Оказывается, фигня. Я не понимаю, либо мне какие-то бракованные пришли, либо я что-то не так делаю. Но все вводные наклейки всегда у меня получались. Почему с этими так происходит, я не знаю. Получилось. Правда, это слайдер, который я покупала у нас здесь в городе. Это не тот, который шейн. Хотя слайдеры три упаковки. Они все пойдут, скорее всего, в мусорку. Не знаю, почему не получается. Правда, здесь такое ощущение, что он плохо отпечатался, этот слайдер. На самом деле нет. Здесь есть вкрапление белого. Сейчас покажу. Вот этот рисунок я использовала сегодня. Да и вообще, они все классно отпечатываются. А не то, что вот эти новые я вам не советую заказывать слайдера шейн. Как вы видите, мой опыт оказался неудачным. Ну что, как вам? Четыре пальчика уже готова. Осталось доделать этот. Но мне уже нравится то, что получается. Очень нежненько так. Постельное белье немножко не подошло под параметры моей кровати. Поэтому мы решили кое-что скорректировать. И как раз у Первана есть очень хорошая швейная машинка. Мы решили этим воспользоваться. И тут чисто случайно я увидела ее тетрадку. Посмотрите на это. Сколько писанины. Как аккуратно все. Вообще, меня очень вдохновляют люди, которые любят свою работу. А Первана, кстати, из таких людей. И еще мне очень нравится, что она успевает абсолютно все и убраться, и постирать. Я ее всегда называю истребителем. Но я как раз-таки на нее вообще не похожа в этом плане. Я всегда на чили, на расслабоне. И вот сегодня тоже просто сидела, пила чаечек с хурмой. Потом посидели с детьми, поиграли в Уно. Хотя я в этом деле тоже немножко как чайник. В общем, играла ужасно. И дети, конечно же, меня выиграли. Да и вообще, в мое время, когда я училась в универе, мы играли вообще по другим правилам. Они играют немножко по-другому. Я как тормоз, естественно, проиграла. И вот в такой компании мы сидели вечерком. Господи, какой у меня усталый вид. Сейчас буду смывать макияж и ложиться спать. Хотела с вами попрощаться. И еще хотела бы вас попросить написать в комментариях, в чем может быть причина того, что у меня не получается клеить слайдеры. Я сначала подумала, может, какой-то брак. Сейчас зашла на Шейн, посмотрела в отзывах. И вроде как у всех все получается. Какого фига у меня не получается? Почему? В чем может быть ошибка? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это будет для меня очень полезно. Очень приятно. В общем, возможно, мастера, профессионалы меня смотрят. Очень часто указывают на мои ошибки. Мне очень приятно. Я стараюсь это все исправлять. В общем, кому не сложно, кто знает, какая проблема, в чем проблема. Я засовываю этот слайдер в воду где-то на минуту, потом вытаскиваю, и этот рисунок просто рассыпается на мелкие-мелкие крошки. Вот что делать в таких случаях? Пишите. Всех люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Айка. Пока.